МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы помните, я пришел только хорошие новости. Вот очередная. Угадайте, как зовут столицу Соединенных Штатов Америки? Вы думаете, Вашингтон? Неверно. Ничто не вечно под луною. Похоже, уже в ближайшее время Вашингтон будет зваться Фашингтон. Во всяком случае, так должно быть, ибо должно же название соответствовать содержанию. Так что Фашингтон, господа дорогие, Фашингтон, и никак иначе. А дистрикт Колумбия, где расположен Фашингтон, хочет перенуваться в дистрикт Колумбарий. Во всяком случае, лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США, Хаким Джеффрис, да и не только он, очень хотят превратиться без лишних проволочек в пепел. Согласны ли на это остальные жители Фашингтона? Неизвестно. Но вот Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS News. Мы не можем позволить Украине пасть. Если это произойдет, то существует значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не только с нашими деньгами, но и с нашими военнослужащими, сказал Джеффрис. Другой англосакс, министр иностранных дел Англии Дэвид Кэмерон, разрешил Зеленскому бить английскими дальнобойными ракетами по российской глубинке. Может, у французов с мозгами получше? Ничего не могу с собой поделать, но французский грассирующий язык с упором на «рррр» всегда вызывал у меня ассоциацию с вороньим карканьем. Особенно в исполнении Эммануэля Макрона. Возможно, у Эдит Пиаф все воспринимается по-другому. И у Олена Делона, и у Акатрин Денев. Только вот где сегодня эти настоящие французы и француженки? Иных уж нет, а те далече. Последнего из них, великого Жерара де Парде, вон потащили в тюрьму. А за что? За то, что во всем мире именуется старым, добрым французским словом «флирт». Если француз не будет флиртовать, он превратится в Эммануэля Макрона. А вот к нынешнему президенту Франции с его карканьем и мрачным видом как нельзя лучше подходит еще и басня Крылова. Помните, в вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь. Не дать мне взять Макрон. Он взгромоздился на президентское кресло, как на ель. И каркает оттуда. На весь мир. И вдруг Бог послал ему, по наследству де Голля, конечно, ядерное оружие. Генерал выбил его для Франции потом и кровью. Можно сказать, вырвал у НАТО и американцев как залог самостоятельности Франции. Как средство не зависеть от Вашингтона. А про Брюссель в его нынешнем понимании тогда никто и слыхом не слыхивал. Де Голь выгнал из Парижа штаб-квартиру НАТО. И НАТОвцы в отместку переместились в Брюссель. Столицу ненавистной французам и извечной их антагонистки Бельгии. Помните комедию «Такси-4» Люка Бессона? И то, как там французы-полицейские буквально измывались весь фильм над месье-бельгийцем, попавшим им в лапы. Ладно, ну что, бельгиец, как там у тебя пипи получилось? Хочешь под манекен пис? И вот теперь Макрон хочет отдать этому Брюсселю, а заодно и Вашингтону, суверенное французское ядерное оружие. На тебе, мол, распоряжайтесь. Да лучше бы он вообще не умел говорить по-французски, лучше бы сразу болтал по-английски или по-бельгийски. Зачем Макрон превратил французский язык в политическое карками? А к чему эти его наполеоновские замахи на Россию? Опять хочется на Бородино? Или искупаться в ледяной березине? Для проведения таких процедур с неразумными французами мы всегда открыты. Можем устроить вам полноценную реконструкцию, после которой вы костей уже точно не соберете, только деньги чур вперед. Постой-ка, брат, мусью. А мусью Макрон все не унимается. Странные люди эти, французишки. Ну, правда, совершенно непонятны их предназначения в природе. И особенно в современном мире. Вот кто-нибудь мне может объяснить, зачем комары? Ну, вспомни, в школе. Пищевая цепочка. Хорошо. Допустим, для лягушек. А лягушки зачем? Для французов. А французы зачем? Да понимает ли сам Макрон, что он говорит? Вот грозится отправить французские войска на Украину. Напугал ежа голой Францией. А он на своей елке все не унимается, все больше распаляется. Особенно подстрекаемая хитрой лисицей из Фашингтона. От радости в забу дыхание сперло. И на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Кажется, в правду Макрон докаркался. Владимир Путин дал поручение российскому генштабу провести учение нестратегических ядерных сил с участием ракетных соединений, авиации и военно-морского флота. Как пишет английская Daily Mail, российские заявления последовали за неделями более явных угроз со стороны Запада о вмешательстве в конфликт на Украине. К сведению французов и прочих, оперативно-тактическим оружием считаются боеголовки мощностью до 50 килотонн. А на Хиросиму американцы сбросили всего лишь 15 килотонн. Ну что, будете еще каркать мусье Макрон? Или в забу дыхание сперло от страха? На этой позитивной ноте я и говорю До новых радостных встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»